Салам, дорогие, с вами Рус. Сегодня вас ждет довольно-таки необычное видео для нашего канала. Я буду с вами делиться своими эмоциями и параллельно стараться записывать для вас какой-то обучающий гайд. В сегодняшнем видео постараемся разобрать относительно новый, но довольно-таки уже зафоршенный блокчейн BRC20, а именно как в нем получать монеты, как эти монеты продавать, да и вообще в принципе пробежимся по основным механикам данного блокчейна. Видео будет немного, наверное, сложным в понимании, но тем не менее, все опенсорсы, по которым изучал данный блокчейн лично я, я оставлю в описании к видео. Но! Но перед тем, как мы начнем, я настоятельно советую вам подписаться на наш YouTube канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Также переходите в наш Telegram канал. Во-первых, здесь мы публикуем информацию о самых новых и сочных airdrop, а также отчитываемся о своих результатах в тех проектах, в которых сами участвуем. А во-вторых, ребятки, вчера вышел разбор официального документа от SEC, который был выставлен против биржи Binance, а также в комментариях к данному посту я сделал разбор самых основных и важных моментов, о которых даже не говорят некоторые Telegram каналы и новостные издания. Поэтому бегите обязательно в наш Telegram канал, подписывайтесь и обязательно читайте этот пост. А пока мы будем приступать. В общем-то, с блокчейном BRC20 мое знакомство произошло слегка спонтанно, поскольку, честно признаюсь, я увидел пост в другом Telegram канале о готовящейся раздаче некоторых токенов на блокчейне BRC20. И в этот вечер я был слегка не занят, что для меня крайне неестественно, но я сидел, анализировал графики, плюс искал какую-то информацию о бирже Binance. Это как раз был вечер вчерашнего дня, для вас тоже будет позавчерашний день, это 6 число, когда весь этот фат только-только разгонялся, и я вот хотел узнать самую, наверное, достоверную и самую актуальную информацию о текущем состоянии. И в процессе как раз я и нашел данный пост, в котором говорилось, что готовится раздача всем быть готовыми в час ночи по МСК, либо же по Киеву. Безусловно, я сразу же перешел на сайт раздачи, начал немножко разбираться, тыкаться, и подумал, блин, у меня есть сейчас свободные 30-40 долларов, о которых как раз и пишется в посте, которые я, по сути, должен был заложить на комиссии. Возможно, мне стоит попробовать принять участие, из этого вытянуть какие-то плюхи и получить, так сказать, свой самый первый и самый, наверное, важный опыт в данном блокчейне. По своей уже сложившейся традиции я начал изучение именно с поиска правильного кошелька, с которым я буду работать, поскольку кошелек предоставит мне возможность как пополнить, так и отправить, посмотреть сети, потыкаться, понемножечко поискать что-то. И, грубо говоря, в рамках одного кошелька можно обрести большинство знаний о каком-либо блокчейне и о его функционале, если, опять же, у вас есть какой-то опыт в работе с блокчейном. Так или иначе, для себя я нашел два кошелька, начал я с кошелька Unisad, сейчас открывать не буду, я на него ничего не загонял. Данный кошелек является, по сути, браузерной версией вот этого сайта Unisad, однако, опять же, на сайт вы деньги не положите, это больше так. Образно, кошелек предоставляет ограниченный функционал данного сайта, а сайт предоставляет полный функционал, но при всем при этом не обладает кошельком. Но, тем не менее, это один полноценный проект, который существует в какой-то купе между собой. Далее я также нашел кошелек Xverse Wallet, к слову говоря, все эти кошельки вы можете скачать спокойно в расширениях, прям в хроме. К слову говоря, все эти кошельки вы можете спокойно скачать в расширениях в хроме, они не какие-то особенные, это просто, по сути, браузерные расширения. Ссылка из поста слегка опрометчиво ввела именно сайт Luminex, который, по сути, является определенным, я даже не знаю, как правильно его описать. Это и лаунчпад, и менты, и разбор различных NFT коллекций, но в посте писалась информация, что мент новых токенов будет происходить именно здесь. Исходя из этого, я начал тыкаться по разным вкладочкам на сайте, и, честно признаюсь, не нашел здесь ничего для себя полезного, подкрепляющего, кроме вот такого баннера. На токены PSAT. Но, тем не менее, токены, которые я искал, назывались не PSAT, чуть позже покажу, что это были за токены. Мне это не дало никакой конкретики, поэтому я начал искать далее. Изучая, опять же, информацию, наверное, сейчас будет один из самых важных моментов из данного ролика, на чем я хотел бы заострить ваше внимание. Ребятки, не бойтесь включать свою коммуникативность и общаться с людьми из любых абсолютно направлений. Именно данная коммуникативность помогла мне заработать бабки за эту ночь, а также позволила мне изучить возможности нового блокчейна и принципы работы с ним. Через одного из людей, кто комментировал пост, я нашел данный сайт, он мне скинул ссылку, домен ровно такой же luminex.io, с ссылкой на mint токена MXRC. И в этот момент я слегка напрягся по той причине, что здесь нужны были какие-то поля, которые надо было заполнять, у меня не было никакой информации. А я так или иначе хотел немного подготовиться к процессу клейма. И здесь как раз я и нашел упоминание своего кошелька Xverse, о котором я говорил чуть-чуть ранее, которое я нашел просто бороздя интернет. И был даже слегка удивлен, видимо он не просто так появился мне в поиске, потому что он был крайне востребован. Тем не менее, параллельно, пока я всю эту информацию изучал, я безусловно пытался загнать битки на этот кошелек. И вот моя первая транзакция, я вам ее обязательно покажу. В данной транзакции я закинул себе первый битки на кошелек, делал я это с биржи Binance, закидывал я примерно 25 долларов, возможно 30 долларов даже. И заплатил еще к тому же 10 долларов за комиссию, то бишь сейчас мы можем фиксировать, что моя стартовая инвестиция в этот минт была 40 долларов. Чуть позже объясню, правда, почему я переводил такие суммы, но тем не менее, для тех, кто знает, как работает блокчейн БТК, должны были меня сейчас понять. Как только я привязал кошелек, сразу же у меня ввелся мой BRC20 адрес. Но для тех, кто не знает, где данный кошелек достать, поскольку он отличается от того кошелька, на который вы будете получать свои деньги, вот, пожалуйста, ваш кошелек. Я вам также покажу, где можно достать данный кошелек BRC20, поскольку этот стандарт используется для орди токенов, а также для новых NFT, которые были недавно запущены на блокчейне Биткоина. Лично я нашел данный кошелек, немного глупо, наверное, и странно, но я перешел в коллекцию предметов, нажал на кнопочку Receive, и здесь как раз у меня и появился мой кошелек Ordinals, который является ответвлением BRC20. Здесь я могу его скопировать, безусловно, мне сразу же вылетает анонсер, что это кошелек не для биткоинов, а именно для токенов BRC20 и орди, ну и также для NFT на биткоине. То бишь на данный кошелек отправлять свои биткоины нельзя, вам нужно отправлять на другой кошелек, который я показывал ранее, который находится вот здесь вот. Вы переходите обратно во вкладку кошелька, нажимаете Receive и выбираете вот этот кошелек Bitcoin для того, чтобы пополнить свой кошелек. И если мы скопируем этот кошелек отсюда и перенесем его в эту строчку, то он будет абсолютно идентичным. Правда, это сложно оценить таким образом, но я вам вот вернул обратно стартовое состояние, можете поставить видео на паузу, отмотать чуть-чуть назад и сравнить это одинаковые кошельки. Также в процессе своей коммуникации я узнал, сколько будет в принципе кошельков на Mint, и я поделил общее число выделенных токенов, которые, к слову говоря, были у них в Твиттере, на количество кошельков. А потом впоследствии также человек из чата ответил мне и написал, что в общей сложности получить токенов на кошелек можно в размере 5500. Данное значение я ввел сюда, и вот это поле снизу горело мне как 5500 поделенных на 0 MXRC, что говорило мне о том, что я не могу сейчас получить токены, либо я в принципе не могу их получить. Но я не расстраивался, я все же ждал, когда будет официальный запуск листинга, поэтому в принципе все остальное время посвятил своему изучению и обучению. И все же крайне важным вопросом для меня являлся тот факт, как данные монеты я буду впоследствии продавать и выставлять, потому что на самой платформе нет ничего такого. Это на самом деле очень примитивная платформа, которая по сути должна отображать обратную сторону автоматизации работы с блокчейном. Что меня крайне удивило на первый взгляд, потому что мы как бы живем уже в 2023 году, биткоин появился в 2012 году, стал медийным по крайней мере в 2012 году. И за столько времени такую автоматизацию провести было бы несложно. Но тем не менее, я сейчас вернусь как раз к своему токену, который я клеймил. Впоследствии я начал смотреть большое количество разных видео о том, как получить эти монеты и как в принципе их листить. Я перетыкал большое количество кнопок, но мне помогло другое видео, которое по сути я вам сумморизирую вот таким вот маленьким блокнотиком. Безусловно, опять же, вот эти все строчки, которые здесь есть, вот именно первая строчка вам будет нужна в дальнейшем. Она будет в описании к видео, можете спокойно ее также себе скопировать и оставить в блокноте. Я бы даже сказал, это крайне полезно. Ниже я оставил свой просто кошелек, который я использовал для того, чтобы быстро автоматизировано переносить все в поля, в случае если меня сбросят во время листинга. Так вот, я нашел по сути вот такую интересную строчку с квадратными скобками. Возможно, некоторые из меня будут смеяться, но, ребятки, для меня это настолько дико было в первый момент. Для человека, который занимается трейдингом, который хорошо знает, как работает терминал и как правильно работать с кредитным плечом, было сложно изучить вот эту строчку. Но тем не менее, в видео, которое я посмотрел, это был довольно-таки подробный гайд. Было все довольно-таки ясно, но из того, что вам нужно знать, вот эти вот поля, по крайней мере, до двоеточия и вот это поле в центре АМТ, они для вас должны быть неприкасаемыми. В этой формуле, либо же в этом куске кода вы работаете только вот с этим значением, либо вот с этим значением. Что эти значения прежде всего значат? MXRC, как вы можете заметить, сочетается с названием монеты, которая есть на данном сайте, которую я получил. В данном поле, между кавычками, вы должны вписать именно аббревиатуру монеты, которую вы будете получать. Безусловно, вы должны знать эту аббревиатуру хотя бы со страницы листинга, но тем не менее, кто, возможно, будет с этим испытывать какие-то трудности, пишите нам в телеграм-канал, кидайте все абсолютно ссылки, которые у вас есть, мы постараемся это изучить и оперативно вам помочь. Второе же активное для вас поле, это вот это значение, также между кавычками. Здесь вы пишете, сколько токенов вы в дальнейшем будете выставлять на продажу. Объясню, почему не клеймить, потому что сам процесс получения токенов довольно-таки автоматизированный, они вам просто упадут на кошелек и будут лежать, по сути, как тяжкий груз. Вам же нужно от них избавиться и данная формула описывает как раз ваши предложения на дальнейшую перепродажу. Более-менее с кодом пока объяснил, безусловно, этим всем вы должны заниматься, пока вы ждете листинга, а не в последний момент, но тем не менее, я распишу свои дальше эмоции. Я все-таки дождался момента листинга, сайт жутко лагал, насколько мне известно, на сайт было залито порядка 10 тысяч ботов, и, так сказать, общий пул на все кошельки составил всего лишь 3 тысячи мест, в которые мне, к счастью, удалось попасть. Я, по сути, просто очень часто кликал вот на эту кнопку, мне выдавал какие-то ошибки, я перезагружал сайт, я перепривязывал кошелек. В общем-то, сам процесс клейма занял у меня порядка 23 минут, и в результате я все равно получил. Также дам вам маленькую подсказку, как я заранее понял, что я что-то получил, я перешел в более продвинутый кошелек, который называется OrdinalSWallet.com. К данному сайту вы можете привязать свой кошелек, и здесь у меня был написан как раз баланс мой в БТК. На момент того, как я начал клеймить токены, здесь вписался мой баланс в биткоинах, но в моменте, когда транзакция все-таки прошла, у меня здесь было написано, что токены уже списались, хотя, по сути, они еще лежали на моем кошельке, и проходили процесс транзакции. К слову говоря, в кошельке Xverse эти токены еще были на балансе, я мог спокойно с ними работать, а сама транзакция еще не была прогружена. Хотя не буду перед вами лукавить, сама транзакция появилась примерно в течение 5-10 минут, и впоследствии я мог ее уже спокойно отслеживать через местный трекер. Давайте я вам покажу, как это тоже выглядит. Сама транзакция будет у вас висеть вот в этом меню, когда вы будете нажимать на монетку, вот я нажал на БТК, у меня выпали все транзакции. И абсолютно каждая транзакция здесь является кликабельной, вы на нее нажимаете, и у вас открывается вкладка, так называемый сканер вашей транзакции, о ее хэшу. Ну и плюсом ко всему можно примерно отследить ленту, по которой сейчас идут заявки, и найти, может быть, даже себя в этом всем списке, чтобы понять, когда вы будете в очереди, и когда ваша транзакция пройдет. К слову говоря, тоже важный момент, в момент получения токенов во время листинга, у меня на балансе было порядка 25 долларов в биткоинах, чего, к слову говоря, хватило почти тютелька в тютельку на проведение первичной транзакции на листинге. В результате, когда листинг был закрыт, и токены у меня уже списались, вот здесь вот в ордену с валите под моим балансом писалось плюс 4 доллара. И вот тогда я понял, что я попал все-таки в пул, которых получат потенциально токены, но гарантий все же не было, потому что сам блокчейн немного лагает, и он принимает гораздо большее число пользователей, чем доступно токенов на мин. И впоследствии те пользователи, которые пришли последними, они, по сути, просто заплатили комиссию за транзакцию, но JavaScript не сумел им выдать токены, поскольку их просто уже не было. И данные транзакции были попросту отменены, а деньги, к слову говоря, на кошельки не были возвращены. Поэтому, ребятки, в этом тоже есть определенные риски. Обязательно перед каждым абсолютным действием оценивайте риски, примерно считайте, насколько для вас это будет дорого, насколько это будет значимо для вашего баланса. И только на основании этого принимайте свои какие-либо решения. С определенным чувством уверенности в том, что я получу деньги, я все же сидел, ждал, когда эти токены придут ко мне на баланс, поскольку я уже немного привыкши, что надо делать все быстро, и стараться появиться на маркете первым с хорошим предложением по хорошей цене. И в этот момент как раз цены на токены росли, поскольку у токена было 3 фазы запуска, и те, кто попали в байт-листы, уже продавали монеты. И я видел, как вот эти предложения по 3 500 монет стоили по 300 долларов. И я сидел вот в этом скринере, смотрел, когда моя транзакция пройдет, я ее запустил примерно, к слову говоря, это та самая транзакция, я ее запустил примерно в 1.23, и estimated time, который писался вот здесь ниже, между timestampом и фичерсами, был приблизительно 40 минут. В результате, как вы видите, сама транзакция происходила аж 3 часа, ну, не 3 часа, а 2.5, и лишь только под утро эти монеты я получил. Естественно, самого клейма токенов я не ждал, я уже лег спать, я уже был даже немножечко печален и разочарован, поскольку я пропускаю самое выгодное предложение. Но как только я проснулся с утра, я был безумно просто рад тому, что все-таки эти токены пришли, и наконец-то я мог их выставлять на продажу. Слово говоря, в этот момент уже предложения сыпались на рынок, и средняя цена моего предложения монет была порядка 200 долларов. То бишь, в текущий момент мы можем сказать, что я сделал просто x5 с ничего, получив вот эти монеты, и, по сути, совершив какие-то пару очень примитивных действий. Однако, опять же, для меня эти примитивные действия стоили примерно 2 часов изучения. Надеюсь, данное видео поможет вам сэкономить ваше время, и я надеюсь, поможет вам подготовиться ко всем следующим листингам и к получению своей ожидаемой прибыли. Так вот, как только монеты упали ко мне на кошелек, моей задачей являлось выставление этих монет на продажу. Поскольку данный код, как я уже сказал ранее, я заполнил к моменту получения монет, я, в принципе, его просто скопировал и перешел во вкладку InScribe. Здесь вам нужно задать код самих токенов, которые вы хотите выставить на продажу. Вы вставляете код, который вы уже подготовили, нажимаете Next, после этого абсолютно также подтверждаете транзакцию, также нажимаете Next, и сервис будет требовать от вас оплаты за первичный Mint монет. Так или иначе, монеты уже на вашем кошельке, но для того, чтобы их выставить на продажу, вы должны их, по сути, сминтить. Как раз опцию Mint'а предоставляет данный сервис, вы ему будете должны заплатить определенное количество биткоинов, в эквиваленте на 3,5 доллара, однако это только сейчас. С утра у меня было гораздо больше, у меня было в районе 4 долларов, и ровно из-за этого я потом в дальнейшем докидывал еще 10 долларов, поэтому я бы вам сказал, что я сделал все-таки 4x, а не 5x. У меня транзакция стоила порядка 18 или же 17 тысяч сат. Давайте даже попробуем проверить. Да, как вы видите, моя транзакция стоила мне 18-200 сатов, это порядка 5 долларов. И в общей сложности, к слову говоря, транзакция была крайне быстрая, и заняла она всего 7 минут. Возможно, это также в дело в приоритетности, поскольку эти саты я вручную еще и навышал через меню Custom. Да, вот здесь вот в меню Custom вы можете настроить, сколько конкретно вы хотите заплатить за транзакцию, и чем больше вы заплатите, тем быстрее пройдет ваша транзакция. Поскольку токенов на руках у меня уже нет, дальнейшую процедуру я вам буду объяснять больше на пальцах. Как только данная транзакция проходит, вам приходят уведомления, а также вы в сканере сможете отследить ее прохождение. Вы переходите обратно во вкладку Marketplace и выбираете здесь монету, с которой вы будете в дальнейшем работать. Давайте вернемся опять к монете MXRC. И здесь самый, наверное, уже простой и легкий момент, где вам нужно просто выставить цену. Здесь вы нажимаете на My Inscriptions. Здесь, к слову говоря, уже записаны токены MXRC, поскольку я их уже до этого ранее минтил в свой кошелек, поэтому, в принципе, второй раз ее добавлять не стоит. Нажимаем на кнопочку List, и здесь у вас как раз будет создано ваше предложение на 5500 токенов. В результате вам также предложат выбрать цену, за которую вы будете выставлять монеты, но цена будет отображена именно в Satoshi. Как вы видите, здесь люди пишут ценники именно в Satoshi. В дальнейшем эти Satoshi также прописываются в долларах, однако я вас спешу заверить, безусловно, деньги вы не получите в долларах, вы получите их в биткоинах. И после того, как вы выставили свое предложение, вы ищете покупателя, который купит ваши токены. Лично я выставил, на самом деле, в не самый правильный момент, поскольку я выставил на провале цены, и, исходя из этого, я выставил на самую низкую отметку, и мое предложение вы купили очень быстро. И даже на текущий момент, когда цены уже и так сильно упали, я все равно продал дешево. Я продал в сумме за 133 доллара свои 5500 монет, чему я был, безусловно, рад, поскольку это легкие 133 доллара, ребят. Но этому точно расстраиваться нельзя. При условных вложениях порядка 40-50 долларов, если мы берем еще комиссии, которые я потратил на биржи Binance. В результате вся эта движуха мне принесла 4x от общей моей инвестиции, поэтому я вам крайне советую следить за данными проектами, которые публикуются сейчас на блокчейне BRC20. Также смотрите, насколько часто они шилятся. Возможно, в некоторых чатах вы видите большое количество упоминаний какой-то конкретной монеты. Постарайтесь, найдите ссылочку на листинг, на минт, либо же, в принципе, найдите ее на Unisati и начните ее покупать. Выступайте как конкретный покупатель, покупайте монеты по низу рынка, и вы сможете их спокойно продать в неплохой плюс. Ровно такая же история, как мы видим, происходит на монете Meme, PUNK, где сейчас люди за сутки делают по 5-6%. И таких монет сейчас много. Вот есть какая-то монетка X, которая дала 33%. На этом, ребятки, наверное, в принципе, все. На данном сайте еще Meme Pools. Вы можете также отслеживать количество транзакций и при их увеличении стараться не производить какие-либо транзакции в данных сетях, поскольку просто заплатите больше. Напоминаю вам также про наш Telegram-канал. Ребятки, у нас сейчас большое количество ютилити от наших социальных сетей, поэтому подписывайтесь на все наши социальные сети. Мы также выпускаем подкасты, слушайте подкасты. Поглощайте информацию по максимуму, поскольку сейчас медвежка уже почти на ее самом-самом конце, и вам нужно категорически быстро набирать информацию в свой портфель, для того, чтобы впоследствии на бычке зарабатывать уже иксы. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Мы для вас стараемся. По крайней мере, порадуйте хотя бы нас лайками. Это очень приятно. А с вами был Рус и канал Бабкина Крипта. И самое главное, друзья, не теряйте свой кэш. Продолжение следует...